Мировая экономика 2017 года В 1989 году была создана финансовая система МММ В 1994 году МММ активно расширилась по всей стране, предоставляя дивиденды в размере от 300% в год На пике развития в компании МММ насчитывалось около 15 миллионов вкладчиков Основатель МММ Сергей Мавроди занимал 12 место в рейтинге самых влиятельных российских бизнесменов страны Оборот компании составлял около 50 миллионов долларов США в день Правительство начало войну с МММ и Сергеем Мавроди, потому что государству было невыгодно, чтобы люди зарабатывали большие деньги В августе 1994 года Сергей Мавроди был арестован и все активы компании были украдены государственными органами Правительство закрыло все офисы МММ В 2011 году Мавроди вновь открыл социально-финансовую сеть МММ Global с дочерними компаниями в 110 странах Но столкнулось с проблемами централизации и прозрачности Время переменно стало сейчас Мавро – это флагманское решение с децентрализованной и абсолютно прозрачной платформой для многоуровневых маркетинговых структур Это решение основано на блокчейн Ethereum Теперь Мавро неуязвим Мавро – это организация, созданная для предоставления децентрализованного технологического решения для обработки платежей и поддержки пользователей и MLM бизнеса посредством прозрачности Все транзакции записываются в блокчейне и являются публичными Открытая и децентрализованная платформа MLM будет включать API и кошелек, который изменит всю индустрию MLM во всем мире Инновация смарт-контрактов обеспечит систему вознаграждения, сделав ее прозрачной и децентрализованной Все эти функции станут мощными заменами для текущих рыночных решений Революция для мировой экономики здесь Мы можем многое Финансовый апокалипсис неизбежен Мавро Добрый день! В эфире РБК программы «Рынки. Глобальный взгляд» С вами идущий Степан Димура И сегодня хотелось бы подвести некоторые итоги уходящего года Чем, на мой взгляд, он ознаменовался? Скажем так, двумя вещами Первое, это то, что глобальная революция все-таки начинается Если для кого-то было неожиданностью, то для людей, которые следуют лингвистическому анализу Это было все предсказуемо с 2009 года И второе, пожалуй, как следствие, на самом деле Первое, это то, что люди стали понимать, что та финансовая и экономическая модель развития Которая была и существовала в последние 200 или 300 лет Она подходит к самологическому завершению И на чем она основывалась? Она основывалась на схеме Понзи Или ее по-другому называют финансовой пирамиде И основанием этой модели как раз и был тот простой принцип Что сегодняшние расходы покрываются будущими доходами Которые могут быть, о которых быть и не может И, может быть, это звучит несколько странно или академически Но на самом деле это очень просто И сегодня у нас в гостях человек, который довел эту модель до своего логического завершения Упростил и ее используется Сегодня у нас в гостях Сергей Мавроди Добрый день, Сергей! Добрый день! Извините за долгое вступление Но по большому счету Ваша система МММ Вернее, пирамиды МММ, как вы ее сами называете На мой взгляд, правильно Она принципиально ничем не отличается от банковской системы С частичным резервированием и ставкой расставщика Или от современной экономической модели Так называемой новой экономики Вот вы согласны или нет? Ну, по-моему, это уже всем очевидно То есть все это пытаются отрицать Но, по-моему, это очевидно уже всем Просто все это пытаются завуалировать Понимаете, вы говорите, что это очевидно Но люди, которые еще следуют тому, что сейчас происходит Политическим лидерам, финансовым лидерам Экономическим авторитетам По-моему, немного не в курсе, что происходит А вы-то довели до такого совершенно тупого логического завершения До абсурда, так сказать, в своей простоте Почему до абсурда? До логического, так сказать, конца, так скажем, вообще То есть, это пирамида в чистом виде МММ В отличие от всех этих банков На чем принципиально отличается Вот вы говорите, не отличается Отличается тем, что только в МММ Это говорится честно Что это пирамида, что нет гарантии, нет обещаний Ну, скажем так, есть еще одно отличие Я могу, правда, ошибаться Вот смотрите, вы деньги вкладчиков во что-нибудь инвестируете? Ни во что Причем это совершенно подчеркивается Говорится, что ни во что не инвестируется Только предыдущим за счет последующих Все в чистом виде Это подчеркивается всячески вообще А вот модель МММ, которую вы используете сейчас Она чем-то отличается от предыдущей? Если я не ошибаюсь, опять же, я буду сказать С собственным банком Да, да, да Насколько я понимаю, раньше акции МММ Спокойно торговались Да, если вы успели, вы могли их продать Сейчас вам нужно Идти через десятника, сотника, что-то такое Нет, нет, нет Все так же точно Вы продаете, покупаете вот эти Мавро Мавроды, да Ну, как угодно Не надо Мавроды, Мавро Покупаете Ну, скорее Мавроды Ну, хорошо Каждый остается при своем мнении Что значит мнение? Они называются Мавро Еще раз повторяю А я их называю Мавроды Ну, продолжаем Покупаем Мавро И в любой момент можете их продать Совершенно спокойно А как? Механизм продажи Обращайтесь Я к вопросу о ликвидности Абсолютно ликвидные в любой момент То есть вы покупаете Мелок, это вы утверждаете, что не абсолютно ликвидные Но ведь нужно обращаться к десятнику Десятник там обращается Кто там? Сотник? Нет, нет, нет Это просто процедура То есть как происходит? Во время этой процедуры можно обрубить процесс продажи Ну как, заработали много денег Скажем, в пирамиде какая-то финансовая проблема И вам просто говорят Ребята, у вас тут не было Вот возьмите свой изначальный вклад Такое возможно? Конечно, возможно Это написано совершенно Предупреждение на самом сайте Что все в любой момент может рухнуть Что вам могут не выплатить ничего Даже если вы соблюдаете все правила Все это абсолютно честно написано на сайте То есть это возможно И это не скрывается, в отличие от банка В банке ведь тоже это возможно Банк может рухнуть Управляющий может убежать Но там вам говорят, что все гарантируется Это невозможно Это лошадь и мошенничество На самом деле Вот кто мошенник, это банкиры Вот их всех надо вообще Вот эту 159-ю А в МММ это говорится честно Что может рухнуть С большого счета я с вами согласен Поэтому я сказал, что вы это довели До логическом завершении А вот на самом деле Меня интересует такой Может быть странный вопрос Смотрите, в первый раз вы всплыли В 93-м году, да? В 94-м И сейчас Вот Почему именно сейчас? Ну я же объяснял уже Что... Я интернет, вот такие сайты не читаю Телезер не смотрю Вот Можете, да, хочу объяснить телезрителям Почему именно в 2011-м? Почему именно в начале 2011-го И почему именно в 94-м? Нет, в 94-м Потому что была приватизация Поэтому я уже объяснял Что я хотел вмешаться в денежную приватизацию И не допустить того, что произошло В итоге, что страна досталась Кучки проходимцев, на мой взгляд Называем их сейчас олигархами Вообще То есть Государственная собственность была просто Подарена Кучке людей Которые ими завладели Я вообще считаю, что это абсолютно аморально То есть я хотел вмешаться в этот процесс Поэтому была создана МММ Которая аккумулировала средства Это был единственный игрок Который мог этому помешать Но ведь, если не ошибаюсь В то время вы средства инвестировали В Газпром, по-моему, да? В Газпром, в нефтянку, да Инвестировали средства Тогда инвестировались еще Но вот тогда как раз происходила Распродажа страны И вот МММ С практически неограниченными средствами Могло вмешаться уже В намеченный сценарий Когда все было роздано по своим Как известно вообще Поэтому в 94-м году Достаточно вспомнить залоговый акционы Скажем так Ну вы знаете, да, всю эту кухню вообще Вот тогда же Собственно МММ был единственный игрок Причем абсолютно неуправляемый Поскольку я не шел Ни на какие контакты с властью принципиально От которого неизвестно Чего было ждать И поэтому, собственно говоря А сейчас? Почему сейчас? Сейчас? Почему? Ну это такое небольшое отступление лирическое Я же говорю апокалипсис финансовый Я же устраиваю Так вот, в Библии написано Ну вы скажете так Вы его не устраиваете, да Ну вы видите Вы именно в эти времена и приходите Почему-то Ну вы видите, нет вообще Там написано в Библии как? Антихристу 66 Ну вообще-то у него число 636 Немножко в свое время ошиблись А вы верите вообще в эти сказки? Нет, вы дослушайте меня Все-таки это достаточно интересно 666, а там есть еще число 42 Это, так сказать, 42 месяца будет править зверя из бездны Ну так вот вообще Ну и короче говоря, если покороче То в Библии все, что касается зла в месяцах Вот я решил, что вдруг 666 Это возраст Антихрица в месяцах 666 месяцев Это с какой даты? Да Ну это его возраст И вот 666, если разделить на 12 Будет 55 с половиной Тоже очень интересное число 565 Я вот решил, когда же мне исполняется 55 с половиной лет? 11 февраля 2011 года Абсолютно симметричное число Между прочим, единственное в тысячелетии Но мало этого Вопрос сразу Еще раз Есть 42-й день в году Много доказательств того, скажем так Таких же весомых, как и то, что 666 число Антихриста А то, что число, на самом деле, 636 Тогда, когда бы нужно было начинать пирамиду Ну, я про это не знал, поэтому я исходил из того Поэтому вы начали Исходил из того, что имею Кстати, вот 11 февраля А вот у меня создалось, на самом деле, искреннее впечатление, что Когда вот такие вещи начинают работать, да? Когда начинается великая смута Да ну! И людей тянет на... Послушайте, я вас послушал Я вас послушал Вы сказали, можно перебивать Пожалуйста Ну, я же вас слушал Когда начинается некоторая великая смута в обществе И тогда, скажем так, тяга к халяве Или бесплатному сыру мышеловки Оно особенно развито Нет? Почему сыру мышеловки бесплатному? Почему это все преподносит, как что-то негативное? Нет, слушайте Я смотрю просто на простую арифметику И вы сами со мной согласились И я с вами согласен Что это пирамида в чистом виде Значит, пирамиды схлопываются рано или поздно Это заблуждение Это не заблуждение Это простая арифметика Какая арифметика? Ну, смотрите Арифметика элементарная Что вы выплачиваете какие-то проценты, да? Ни во что не вкладываете Даже если бы вкладывали в таким процентом Нет, ни во что не вкладываете Значит, в определенный момент отток из пирамиды Может превысить приток новых желающих Скажите, если всем все платится От 20 до 75 процентов в месяц Причем платится всем исправно То совершенно ясно А у вас там сказано От 20 до 30 сейчас До 75 Уже до 75 Да, в месяц Если всем все платится вообще То есть, с какой стати он должен истекнуть? Совершенно очевидно, что он будет только шириться По мере того, как все будут узнавать Вы знаете историю Понзи? На чем он погорел? Ну, слышала там про этого Понзи Но этот Понзи никакого отношения ко мне не имеет Почему? Это та же самая схема Ну, это так говорить и бизнес вообще Везде бизнес Это тоже та же самая схема Но есть там производство мерседесов А есть там производство презервативов Хорошо, тогда могли бы вы Ну, презервативы это сейчас политическая тема Не будем ее трогать Сейчас напряженные времена Презервативы лучше не трогать Особенно белого цвета Малиновый, пожалуйста, белого Ну, вот реально, если посмотреть Как бы вы объяснили, как работает ваша схема? Чем она отличается от схемы Понзи, например? Нет, ну схема Понзи, я, честно говоря, даже не внестал Хорошо, безымянно, как работает ваша схема? Очень просто, еще раз говорю Последующего, предыдущего за счет последующих То есть, все, вот это настолько просто И ясно, что понятно всем Точно так же схема Понзи работает, правильно Она работает на расширении круга людей, которые Собираются принести деньги в эту пирамиду Да, да И почему же он будет сужаться, этот круг? А почему он будет расширяться? Потому что всем все платится От 20 до 75% в месяц Совершенно очевидно, что вопрос расширения Это просто вопрос рекламы Смотрите, а вы никак не рассматривали Такую элементарную, например, динамику, что Я просто пример, я его в Excel-чике сделал Простой тупой пример Что, скажем, в месяц к вам приходит Миллион человек Приносят по Тысяче долларов Ну хорошо, хорошо Каждый месяц вы выплачиваете им 20% Предыдущим, правильно Они приносят в вашу пользу 20% Но если предположить, что из каждого миллиона человек Каждый месяц 100 тысяч забирают свои деньги То вы где-то схлопнете через 13-14 месяцев В пирамиде не критична сумма долга В пирамиде критична только поведение участников Минута, правильно Я с вами согласен Абсолютно согласен Но где у вас есть гарантии, что 10% А почему вы... Вот знаете, в чем ошибка в ваших рассуждениях? В чем? А в том, что вы считаете, что число приходящих постоянно Поэтому у вас получается прогрессия Она будет увеличиваться Еще быстрее, чем проценты Вот и все Не будет В определенный момент уже не будет Почему? А почему оно должно увеличиваться? Да потому что все все платят От 20-75% в месяц Покажите мне дурака, которому это не надо Получать 75% в месяц Хорошо, давайте Откуда у людей эти деньги? Тогда разберемся Какие деньги? Которые вкладывают они? Ну как откуда? У них есть деньги, они их и вкладывают Почему люди не вступают в МММ До сих пор вот все поголовно? Только потому, что их удерживает недоверие к системе Им кажется, что это афера, мошенничество Ну по мере того, как все больше и больше людей будут убеждаться Нет, я с вами согласен Но они верят банкам Да, и почему бы не верить вам Правильно Я просто пытаюсь вам донести одну правду И до людей тоже Что в каких схемах всегда есть время входа и время выхода Это еще раз заодно заблуждение С какой стадии? Послушайте, у вас все заблуждение Ну потому что я доказываю на практике Хорошо, почему ваша предыдущая пирамида слопнулась? Потому что власти закрыли Это всем уже что-то интересно А сейчас почему вас не закроют? Ну потому что невозможно Почему? Я уже учел прежние ошибки Какие? Каким образом? Нет юридического лица Я понимаю Нет вообще организации Что закрывать-то? Есть только миллионы участников И миллионы счетов физических Скажем... И за что закрывать самое главное? Я же нарушаю законы Минутку, у нас и столб могут посадить на 10 лет Хорошо, что вы так говорите Элементарно Ну это мы живем в такой стране, да? И что тогда? Нет, ну тут невозможно это сделать Почему? Потому что что закрывать? Миллионы счетов? Нет, еще раз Столб сажают Вот если был столб, его бы и посадили Но нет столба Ничего нет вообще Не с чем бороться Воздух Ну никому-то вот ваше выступление Скажем, сейчас не понравится Кого-то будет плохое настроение С Будуна в Новый год Отдаст приказ, вас посадят И что тогда с пирамидой? Если меня посадят, будет плохо Но это не будет не конец Ну не при Господе, конечно Это будет еще не конец Потому что я смогу руководить из тюрьмы Почему? Хорошо А почему в предыдущий раз это было концом В этот раз не стоит? Я смогу руководить из тюрьмы А вам не кажется, что Вот тот менталитет, который сейчас существует в обществе И, соответственно, среди ваших управляющих Всех остальных Они просто заберут деньги и убегут Поскольку все деньги вкладчикам не подконтрольны Они подконтрольны кому-то Кого никто не знает и не видел Нет, не так Почему? Потому что есть только Вы не совсем представляете себе структуру Объясните ее, распишите Есть структура минимальная Давайте упростим задачу Скажем, у меня есть 100 долларов Каким образом я могу эти 100 долларов вложить в ММ? На сайте есть список десятников Связывайтесь с десятником, вступайте в десятку Деньги кому принадлежат? Ну, будет на счету десятки Но вы можете хранить и наличные Что значит на счету десятки? Который ведет десятник Так Вот это Но там в личном кабинете все прозрачно Виден счет десятки А кто контролирует? То есть, например, чтобы... Десятника не контролирует никто Это вот все Чтобы мне вывести деньги, что мне нужно сделать? Обращайтесь с десятником А десятник меня может послать? Как это послать? Ну, так сказать Вас не было, я вас забыл Значит, у вас выгонят... Как это нет? Его просто тогда выгонят И вам дадут другого десятника Ну, если он соберет 100 тысяч Он может спокойно уйти Но если он уйдет, вам дадут другого десятника Это все равно, что в банке убежал инкассатор А мой счет восстановит? Конечно То есть, у вас это все издержки берет на себя система То есть, я все равно, что в банке инкассатор убежал Ну, пусть бежит Это же от этого ваши деньги не исчезнут А откуда берутся деньги в системе? От других вкладчиков? От других вкладчиков, конечно Из других десяток заплатят Но снова у вас все базируется на том предположении Что вкладчики постоянно идут с определенной скоростью То есть, деньги в системе... Ну, конечно, идут Они все быстрее идут Потому что деньги платятся По мере того, как все убежать, что платятся Скажите, а вы выкладываете эту статистику? Где можно посмотреть статистику прихода средств? Нет, они выкладывают статистику А тогда то, что вы говорите, это пустой звук лично для меня Потому что... Объясню почему Потому что, на самом деле, если бы была такая статистика Можно было бы четко определить точку выхода из пирамиды Да не будет никакой точки выхода Да, по калифису не будет, не волнуйся Это ваши слова А вы можете предоставить такую статистику? А зачем она вам? Чтобы определить точку выхода Только для вас и для себя Нет, какую точку выхода-то? Из пирамиды Нет, вы вот... Сейчас я утверждаю Что в пирамиде уже 10 миллионов участников Ну и хорошо Мне это... Вы считаете, больше или меньше? Меня... Меня количество не волнует Волнует динамика притока средств к пирамиду Согласитесь Динамика блестящая, могу сказать Но это не нет... С ваших слов Вы же в этом заинтересованы, правильно? Я не заинтересован никоим образом Вы с этого не получаете ни доллара Ничего, да Вообще Вы альтруист И к тому же совершенно очевидно Альтруист Подумайте хотя бы вот о чем Совершенно очевидно Что в случае краха пирамиды Что будет со мной Это ясно всем В нашем государстве особенно И должны быть очень серьезные мотивы Чтобы во все это ввязываться То есть материальных мотивов Для этого недостаточно Потому что меня просто распнут вообще Или там я не знаю, что со мной будет Поэтому как раз уже на такого уровня мероприятиях Это так назовем Должны быть уже другого уровня мотивы Чисто моральные То есть я вот говорю, что я считаю Что я должен это делать Это мой гражданский долг И только поэтому я это делаю Деньги уже здесь не катят А цель какая у вас тогда? Апокалипс финансовый А как вы сможете его По-моему он уже настал Нет, ничего нет Вы хотите его чуть ускорить Или приход к концу? Ничего нет Доллар дракон Пирамида С драконом может бороться только другой дракон Другая пирамида Но у вас же пирамида основана на долларе До поры до времени То есть потом мавроды заменят Конечно Ну у вас конечно на самом деле У вас есть привилегии Миссионного центра Мавродов Конечно Они заменят доллар По мере того как охватит весь мир Заменят доллар Охватит весь мир, да? Конечно охватит Я не предупрежден на третьем Я хочу одну причину Почему не охватит Уже сейчас ячейки во всем мире Нет, это замечательно Еще раз Это ваши слова Статистику по притоку Я их аргументирую Ничем вы их не аргументируете Как? Самим существовали пирамиды Пока Уже на протяжении года Что значит пока? Ну тот же Понзи существовал год Ваша предыдущая пирамида Да, он в этот Понзи Кстати, сколько у него было участников По-моему 30 тысяч Ну вы знаете, что в день он снимал 250 Нет, нет, нет Сколько участников? Деньги это не имеет значения здесь Еще раз Вы не понимаете одну важную вещь В пирамиде главное Динамика притока А не количество участников Все-таки Ответьте на вопрос Сейчас отвечу У Понзи в лучшие времена В день снимал 250 тысяч долларов Это было когда? В 2020 году Это были другие доллары Сколько у него было участников? Меня это не интересует Меня это за динамика притока Так это главное Чтобы посмотреть масштабность происходящего Одно делит 3000 участников Другое делит 10 миллионов Объясните мне Какова разница в притоке в пирамиду Между 10 миллионами Которые приносят по 10 долларов И скажем миллионам Которые приносят по 100 долларов Объясните пожалуйста Для динамики устойчивости пирамиды Никакой Какая принципиальная разница Никакой Чем меньше вклады Тем более устойчивее пирамиды Потому что поведение участников Нет Потому что поведение участников Уже подвержено статистическим Чисто выкладкам А когда если один человек Между 10 миллионами и 1 миллионом Ошибка такая же Минуточку У него не надо передергивать У него 30 тысяч было Это не миллион отнюдь Или даже по-моему еще меньше Это совершенно мелкая афера Которая непонятно с какой стати Приписывает мне Если я сравниваю с ММН Ну к вам не приписывают Потому что система та же Структура та же Да это все равно Что это бизнес вообще Это тоже самая структура Получения бизнеса Получения прибыли И под эту К ребенку всех мерить Ну бог не спонс Это его проблема Хорошо Предположим что вы Завоевали мир Да Вот вы завоевали мир Вы обрушили Финансовую систему Вместо ФРС Сидит господин Мавроди Выпускается Мавроди Все ходят Мавроди Ну не надо Каждому свое Где было написано Вот Хорошо Мавроди Мавроди Что дальше Нет дальше Вот вы увидите Все действия и прочие Минут Дальше будет часть вторая В чем раздражается Нет Поэтому преждевременно Говорить пока То есть у вас нет плана План у меня есть Но нет Зачем его пока открывать Всему свое время Точно Конечно То есть ваша пирамида Никогда не упадет В этот раз На самом деле Вы подумали бы Хотя бы о том Что после того Как она охватит весь мир Она станет абсолютно устойчивее Почему Вот как раз После того Как она охватит весь мир Она изхлопнется Да нет Она станет абсолютно устойчивее Слушайте Ну перестаньте Возьмем пример Скажем На острове Там живет тысяч человек Ну хорошо Ну поскольку Почему она станет абсолютно устойчивее Вот предположим Вы забрали там 100 миллиардов долларов И купили себе остров Но покупатель тоже в пирамиде Продавец этого острова Он тоже в пирамиде Он их сразу вернет назад Вопрос То есть из интернете Уходить не будут Скажите пожалуйста А устойчивость к пирамиде Ведь она определяется Притоком постоянным Наверное Когда вас замкнется Уже притока не надо будет Минута Что начинает замкнуться А хватит весь мир Вот как доллар Пример замкнутой пирамиды А хватило весь мир К сожалению Время нашей интереснейшей Дискуссии Подошло к концу На самом интересном Всего вам лучшего В наступающем новом году А уж Играть в пирамиды Нет решать вам Наступающим вас И удачи Играйте, играйте Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры